Телеканал КРТ представляет Он уже что-то такое сочиняет, что у нас завтра будет, по мнению таких мегаспециалистов, как Верланов, Нефедов, Смолей, у нас будет зависеть завтра от миграции птиц, от глобального потепления, от землетрясения в районе Индонезии у нас все будет зависеть наша экономика. Мы должны в любой ситуации, знаете, для чего правительство? Мы же можем жить без правительства в повседневной жизни. Правительство для того, чтобы реагировать на какие-то изменения, на какие-то вызовы, быть адекватным. То есть произошло наводнение, правительство перераспределяет, произошли какие-то катаклизмы, надо что-то делать, надо развивать, надо стимулировать промышленность. Так и тут, можно рассказывать об охлаждении рынков в мире из-за падения нефти, можно рассказывать, но можно говорить и о другом. У нас в доле импорта, в нашем импорте 80% это энергоносители. И у нас отрицательная на порядка 12 миллиардов внешнеторговая сальда. Мы импортируем больше, чем экспортируем. Если у нас 80% энергоносителей в импорте, и если эти энергоносители упали в разы, то нам это выгодно. Правильно? А для чего нам энергоносители? Для нашей жизни. То есть у нас должны повседневно для людей дешеветь коммунальные платежи, у нас должен дешеветь бензин, а для крупных предприятий уменьшаются затраты, растет прибыль. Поэтому надо на это выходить, и правительство должно срочно реагировать по поводу энергоемких предприятий. То есть они должны быть более прибыльные, ну такие там, как Николаевский глиноземный завод, как Запорожский алюминий, металлургические предприятия, которые много потребляют энергоносители. И поддерживать, вести протекционистскую политику с ними. Нужно уже не на шоу очередное готовиться, а нужно уже быстро собирать металлургов, быстро собирать собственников энергоемких предприятий и говорить, как мы можем использовать эту ситуацию, чтобы больше валютной выручки, чтобы дополнительные рабочие места, чтобы разогреть экономику. Где у нас риски, где у нас плюсы. Плюсы выиграть, с рисками поработать. Вот и все.